Всем доброе утро. У меня сегодня выходной день. Проснулась я рано. Только встала, пошла умываться, возвращаюсь. Место уже занято. И главное, не сдается. Мое спальное место и все. Жалко, что у меня все одна подушка. Так бы была одна моя, одна Абина. Очень нравится мне эта роза. Я прям именно радоваться не могу. Она уже начинает потихоньку открывать бутончики. Я решила взять отросток у нее. Покажу вам, как он выглядит. Надеюсь, приживется и пустит корешочки. В очередном моем ведерке, где я садила семена, я взяла, прикопала веточку розы без цветочков. Надеюсь, что пустит корешочки. Рядом уже что-то проклюнулось. Надеюсь, что если роза приживется, то я ее пересажу. А в ведерке дальше будет расти рассада. Моя рассада помидор. Эти уже покрупнее. Тут вперемешку с луком помельче. Такая вот. Пока не решаюсь высаживать, потому что когда она совсем маленькая, кто-то объедает листья. То, которую я покрупнее сажу на улице, она выдерживает и нормально растет. Укореняется. Надеюсь, чуть-чуть подрастет. Что-то рассажу, а что-то оставлю расти в ведре. Уже 10 часов. Я кучу дел переделала. Аби все спит. Вот чем мне нравятся собаки? Ну, по крайней мере, Аби. Тем, что если тебе хочется спать допоздна, то она тебе не будет мешать. Она будет дрыхнуть с тобой. Еще и храпит. И так интересно. Вот это с места на место выползает с под одеяло. Потому что хоть и мое, но все равно и прохладно. Такое у нас доброе утро. Посадила вот так возле дома помидор просто. Забор тут у нас, речка. Вот так дом. Думаю, высажу этот один помидор. Еще два. Попробую. Честно говоря, вот тут были еще помидоры. Они пропали. Не знаю, чего. А тот, который побольше, вот выжил. Тут вот тоже те помидоры, которые побольше, еще стоят. Часть, конечно, пропала. Посмотрим, как оно будет. Может, еще все-таки что-то подсажу. Или попробую спасти то, что есть. Целыми днями идет дождь. Просто на улицу не хочется выходить. Выхожу только из-за Аби. И то Аби не хочет даже идти гулять. Погода не ахти. Стоят лужи и на поле везде. На поле успели собрать траву, которую скосили. Как раз за день до того, как начался вот этот интенсивный дождь. Такая у нас погода. Аби надо идти делать прививки. Я все никак не решусь сходить тут это сделать. Такое болото стоит на поле. Просто вода уже никуда не впитывается. Цветут уже такие какие-то, как шиповник, кусты. Роза очень интересная, необычная. Другая, не такая, как у нас. Выходная три дня. Первый раз за такой период времени. Столько дней выходная. И все-таки не дает мне покоя, что Аби надо делать прививку. Вдруг все-таки в конце августа, в начале сентября я домой соберусь. Надо будет выезжать из страны. И не факт, что там срок действия прививки должен быть определенный. Если ты, например, только сделал прививку, нельзя выезжать. Какой-то период времени карантина. Короче, я волнуюсь, переживаю. Решила все-таки делать сейчас Аби прививку. Сходила в ветеринарную клинику, записала ее. После обеда пойдем на вакцинацию. В Укрзалезниче, на поезд папе. И до сих пор нету на 31 мая, на 30 мая, расписания поездов. Жду уже почти неделю. На конец мая какие-то есть поезда, но только до 30-го числа. А ему как раз надо покупать на 30-е число. И получается, уже начинаю немного переживать по этому поводу. Когда же появится это расписание поездов. Путевки через букинг с перелетом. Просто у меня здесь многие знакомые так покупают путевки. Я сама лично не покупала. Вот хочу все-таки рискнуть, попробовать. И не решаюсь, что мне какой-то месяц не решаюсь Аби сделать прививку. Не решаюсь купить путевку. Не понимаю, дадут ли мне все-таки отпуск или не дадут отпуск. Вот вся вот эта какая-то неопределенность чуть-чуть меня уже напрягает. Погода еще такая. Не очень возможность даже есть пойти погулять. А погода все портит. Просто не хочется даже никуда выходить. Одеваясь эту курточку с капюшоном, чтобы не мокнуть. Потому что ноги мокнут. И все вокруг мокрое. Вот эта мерзкая погода, конечно. Мне в Зимайнде давали ваучер на 300 франков на покупку мебели. Или чего-то необходимого для дома, для обустройства дома. И я до сих пор, вот с декабря месяца, не использовала этот ваучер. Не дает мне покоя, что могут сказать, что надо возвращать деньги. И покупать какую-то мебель, если я собираюсь уезжать отсюда, не очень хочется. Но есть определенная необходимость. Хочется купить хоть какие-то стулья нормальные. И что-то для дома, типа кастрюли, какой-то посуды хотя бы бушной. Чтоб не сильно дорого тратить. Форму для выпекания. Потому что все равно хочется что-то спечь, приготовить. И как бы хочется использовать этот ваучер на 300 франков. И купить это все в брокхаусе. Но не решаюсь. Может быть, кто-то знает такой, владеет информацией. Нужно ли будет возвращать эти 300 франков или нет. Хотела об этом спросить в Емайнде у своего социального работника. А она опять в отпуске. То я работаю, у меня нет возможности к ней попасть. Теперь у меня есть вот три дня выходные. И не могу к ней попасть. Потому что, оказывается, она с сегодняшнего дня на две недели в отпуск ушла. И написала соседке моей, что не беспокоить ее желательно в эти ближайшие две недели. Аби вся промокла. Всем видом показывает, что пошли домой. Хватит ходить под дождем. Аби, а как же ж гулять? Пошли гулять. Нет, все-таки идем гулять. Ходите ли вы здесь в лес по грибам? У меня как-то были находки белых грибов? Когда я с работы шла просто по пути через лес. Но сейчас я туда не хожу, потому что я в другой стороне живу. Интересно, есть ли сейчас грибы? Стоит ли сходить туда, когда все-таки закончится дождь? И прогуляться? Или сейчас такая погода, что, скорее всего, что, наверное, прохладно. И, может, даже и нет этих грибов, не хватает солнца? Может, кто-то владеет такой информацией? Аби намокла. Не любит эту погоду. Жутко. Все равно далеко от дома не хочет отходить. Вся голова мокрая. Скажи, что ты, куда ты меня вывела? Идет прятаться за меня. Куда ты меня вывела, да? Скажи, ну что мне твои вот эти прогулки? Ну что мне эти прогулки нужны? Мой завтрак. Тевтельки с овощами, картошка, оливье, малосольные огурцы, которые я сама уже сделала, приготовила. Аби обиженная после похода на улицу. Уже больше идти гулять не хочет. Ухуталась. Залезла туда в пледик. Все, спать пора. Да? Я растопила печь. И уже ничего ей не надо. Только поспать. Пришла моя посылка из дома. Такие сережки в Арифлейме. Нравятся они мне. Вообще вся бижутерия с Арифлейма очень хорошего качества. Они темнеют. И болят от нее уши. Дома я носила и бижутерию, и золото. Здесь ничего толком не носила. И у меня начали зарастать уши. Поэтому решила себе взять такие сережки. Сестра мне помогла заказать. Спасибо Арифлейму и Люде. Еще такие вот сережки от Арифлейм. В сумочке они какой-то такой. Сейчас открою и покажу вам, как они выглядят. Такие две сережки. Они не мелкие. Как они любят такую вот застежку. Предыдущие то были все хвостики. Это немного друхие. Так они без вспышки на видео выглядят. Вот так эти сережки на мне. Мне нравится, когда сережки не сильно мелкие. Такая красота в магазине. В Мигросе сделали. Для отдыха на улице. Тут можно снимать и снимать. Смотри, как я себя не дергала. С той стороны. Как красиво. Как зона для релакса. Вроде как с поддоном с дерева. Как они любят такие вот всякие штучки делать. Боже, какая красота. Целый ряд горшков, каких хочешь, на любой цвет и вкус. А все дырые разные. Мини и большие. Такие миниатюрные, красивые цветочки. Роза какая. Но тут нет акций есть сейчас, как в Лидделе. Сейчас цены тут такие. И дешевые на эти цветы. Нет же, так красиво выбирать, садить. Мне кажется, в таких магазинах можно сами ходить гулять, рассматривать эти цветы. Это какая-то моя стихия. Как в джунглях каких-то, в зарослях. Беглип даже. Есть такой необычной орхидеи. Есть такой необычной орхидеи. Такие необычные часы. Разные грили. 3,49. Уличные раскладные столики, стульчики. Такой гриль. Я недавно просила Сашу выслать мне клей для обуви. Расклеились у меня кроссовки, того, что я их посушила. А тут выбор клеев, какой хочешь. Только знать бы, где тут, для чего, что. После обеда у нас вышло солнце. Нам через полчаса идти на прививку. Готовимся. Погода наладилась. Тут течет стоячая вода, которая тоже отовсюду стекает. Но ее в основном используют для полива там огородов. Она более спокойная. В эту сторону тоже. Тут же рычат ручьи. Здесь вода уже такая интенсивная, которая течет с гор. Мои покупки сегодня. Сегодня, конечно, у меня экономно не получилось. Как обычно, купила такую большую булочку, которую я кушаю. Мне ее хватает на несколько раз. 15 яиц, ванилин, ванильный сахар, потому что я выпекаю сыр. Фету по акции 400 грамм захотелось мне для салата. Аби консерву. Такие небольшую пачку 100 грамм креветок. Мелкие огурцы, чтобы из них сделать малосольные. Набрала еще семян. Но здесь уже я их садить не буду, хочу забрать домой. Несколько видов огурцов и горошек. Горошек, может, и здесь посажу. Совсем оказалось недорого. Пачка семян, что-то там 29 копеек. Йогурт натуральный, килограмм. Купила редиски, потому что я свою мелкую редиску уже доедаю. Я ее интенсивно купила такой переходник в розетку. Потому что микроволновка есть, розетка не подходит. Купила манго сушеное. Решила такое взять на пробу. Потом сейчас акция в Лидделе на шоколад. Такой шоколад разных видов. Лена мне посоветовала, сказала, что очень вкусный. И купила два вида шоколада, которые 70% и 90% какао. Ну и не удержалась, конечно, купила арбуз. Такие мои покупки сегодня. Чек, конечно, вышел совсем не маленький. Первая это, так понимаю, креветки 2,95. Арбуз вышел на 4,52, почти 5 франков. Сыр 2,19 фета. Огурцы 1,49 рубля. Редиска 1,79 рубля. Семена по 29 копеек. Три пачки. Одни какие-то 49 копеек. Потом вот эти маленькие шоколадки 100 граммовые по 1,29 рубля. Несколько видов. Большие шоколадки, которые 70% рубль 49. 90% 1 франк 89. Так, что это за 4,25? Не знаю. Что-то за 69. Йогурт 3 франка. Ванильный сахар. Франк 99. Абиконсерва 0,69. Манго 2,49. Вот это такие цены. Самое дорогое из этого списка вот яйца, которые 4,25. И арбуз 4,52. В сумме 35 франков вышел чек. На обед у меня борщ с ребрышками, сметаной и зеленым луком. Ветеринарная клиника. Зал ожидания. Небольшой, там совсем немного кормов. Амуниция. Какие-то лекарства минимум. Там уже типа прием. С той стороны. И стационары, и животные. Помещение огромное, двухэтажное. Но увидеть можно только минимум какой-то тут. Обе сделали прививку. Только от бешенства. И стоило это нам 65 франков. К сожалению, так вот происходит это. Сделали отметку нам в паспорте. Просто так интересно. Наша прививка, которая сделанная дома в Украине, действует у них один год. А их прививка, сделанная здесь, действует три года. То есть он написал, что она до 15.05.2026 года. Вот так вот бывает. Аби пришла очень печальная после прививки. Обиделась на меня. Съела только кусочек своего лакомства. И ничего толком есть не хочет. Ничем не интересуется. Лягла на диване. Все. В шоке. Что ей сделали и зачем. Каждый год она, конечно, тяжело переносит эти прививки. Дома мы им, ну, всем собакам делали одновременно. И они все печальные были. Спали целый день. Надеюсь, что в этот раз будет хоть немножко легче. Спасибо всем огромное за вашу поддержку. За ваши лайки, просмотры. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok